В Москве уже откровенно, прямым текстом называют терактом, уже даже в НАТО признают, что это была диверсия, кому выгодно, еще раз повторю, выгодно только Украине и Штатам. Дают деньги на поддержание хоть как-то штанов, что называется, в обмен на полное лишение каких-то там, так сказать, проявлений политического суверенитета. Мы все это проходили в Первую мировую войну и в Вторую мировую войну. Украинский транзит американцы могут перекрыть по щелчку пальцев, просто приказав своим марионеткам в Киеве. Чтобы они его закрыли. Физическое уничтожение обоих потоков, как бы, это является некой гарантией, что их просто не включат. Фактически отрубалась последняя нитка, которая связывала Европу с Россией. Все. Здравствуйте. Прежде всего спасибо, что выделили время для того, чтобы ответить на некоторые вопросы, которые касаются последних событий. И что касается этих событий, то последние несколько дней в медиапространстве, скажем так, наверное, одно из главных мест занимает тема происшествия на северных потоках. И вот на ваш взгляд, какова ваша версия того, что там случилось? Потому что они выдвигаются разные, как диверсии, так и происшествия случайного характера. Ну, давайте начнем с того, что никто уже всерьез не рассматривает версию какого-то случая, какой-то аварии. Да, это уже в Москве уже откровенно, прямым текстом называют терактом. Уже даже в НАТО признают, что это была диверсия. Поэтому вариант того, что это было что-то другое, кроме, ну, можно по-разному называть теракт или диверсия, в любом случае это был умышленный подрыв. То есть другие версии, я думаю, даже нет никакого смысла рассматривать. И совершенно очевидно, скажем так, да, кто стоит за этим. Даже если мы не берем такие, скажем так, косвенные доказательства, как угрозы Байдена уничтожить северный поток-2, такие как заявление бывшего главы МИД Польши Сихорского, который прямым текстом поблагодарил США за эту диверсию. Вот, но сегодня уже появляются сведения, что там беспилотники американские присутствовали, что там вертолеты, самолеты их кружили как раз в том месте, над тем местом, где произошла авария. Что они там делали, совершенно непонятно. Вот, вернее, как раз довольно-таки даже понятно, что они там делали. Вот, и, наверное, самое главное, как бы, подтверждение того, что это могли сделать они, то, что это единственная страна, которая это была выгодно. Вот, на самом деле, это могло быть, конечно, еще быть выгодно Украине, но давайте говорить серьезно, так сказать, Украиной никаких шансов осуществить такую операцию просто не было. То есть у них нет ни технических возможностей, ни специалистов, скажем так, готовых осуществлять такие операции, ни опыта никакого. У американцев, во-первых, есть и соответствующие специалисты, и соответствующие, скажем так, технические возможности, и опыт у них достаточно богатый, и достаточно вспомнить, как они пытались помешать еще прокладке первых трубопроводов из Советского Союза в Европу, в 82-м году, кажется, когда они взорвали газопровод Уленго и Сургут-Челябинск. Ну, они, конечно, публично не признались, но ряд американских, скажем так, деятелей в своих воспоминаниях прямо утверждал, что и приводил свидетельство о том, что за всем этим делом стояла ЦРУ. Да, можно вспомнить, как они в Никарабу подорвали подземный трубопровод в 83-м, что ли, году, кажется. То есть, ну да, это, так сказать, единственная держава, фактически, на нашей планете, которая умеет, хочет, как говорится, и любит заниматься такими вещами. Ну и самый главный, конечно, момент, это знаменитый принцип, кому выгодно, еще раз повторю, выгодно только Украине и Штатам. Методом исключения Украины, так сказать, исключаем, потому что они это сделать никак не могли. Нас еще остаются только Соединенные Штаты. Да, действительно, если рассматривают версию теракта, то США называют основным выгодополучателем от того, что случилось на северных потоках. Но в чем эта выгода? То есть, что Штаты от этого выиграют? Понимаете, в чем дело? Тут есть два очень важных момента. Первый – это экономический. То есть, Европа отрезается от российского газа, подчеркну, практически полностью отрезается, потому что Польшу еще весной перекрыла Ямал Европу, значит, Украина на треть сократила тоже транзит. И вот практически все, что оставалось, это потоки. Северный поток-2 не работал, а Северный поток-1 был остановлен из-за проблемы с турбинами, опять же из-за санкций. Это тоже все, так сказать, рукотворные проблемы. И, по сути, только вот эти четыре нитки оставались, на которые американцы никак, повторюсь, повлиять не могли, потому что украинские транзиты американцы могут перекрыть по щелчку пальцев, просто приказав своим марионеткам в Киеве, чтобы они его закрыли. Или чтобы подорвали, опять же, свалили всю вину на Россию. Это делается элементарно. Оставалось два потока, которые они никак не могли проконтролировать. Несмотря даже на то, что оба как бы не работали, но теоретически оба могли заработать. Вы знаете, что в последнее время немецкие политики все чаще и чаще начали требовать, чтобы запустили Северный поток-2, который стоял готовый, абсолютно заполненный техническим газом. Там оставалось только кранчик повернувший, что называется. И действительно, было, и митинги там, у них постоянно идут сейчас в Германии, с требованием включить Северный поток-2. И физическое уничтожение обоих потоков, это является некой гарантией, что их просто не включат. Это экономический такой аспект и политический аспект тут тоже присутствует, потому что в последнее время США действительно имеют основания опасаться, что зимой Европа может пойти на переговоры с Россией, может дать слабину, что называется. И фактически, таким образом, такая возможность просто отрубается. То есть, хотят они пойти на переговоры с Россией, не хотят, хотят они запустить поток или не хотят, запускать нечего. Все, поезд ушел, потока больше не существует. Там остается только, опять же, украинский транзит, который перекрывается по щелчку пальцем, как я уже сказал, и там турецкий, балканский поток, но там пропускная способность, это хватит только, чтобы на Сербию, Венгрию, Италию там еще немножко. Но это никак не компенсирует, скажем так, все то, что через потоки, через Ямал-Европу и Украину Россия поставляла в Европе. И третий момент, и, как мне кажется, даже наиболее важный во всем этом деле, это момент идеологический. То есть, фактически отрубалась последняя нитка, которая связывала Европу с Россией. Все. То есть, у нас очень много, наши эксперты в последние годы говорили о том, что серный поток, и первый, и второй, как бы, это является единственной стопроцентной гарантией того, что не будет большой войны в Европе, то есть войны между Европой и Россией. Потому что пока между нами сохраняется вот эта вот кооперация, да, войны не будет. Как только, так сказать, эта кооперация прекращается полностью, она прекращается полностью, то все, так сказать, уже никаких сдержек от этой войны просто не существует. То есть, война может быть как реально горячая, так и холодная, на самом деле, по полной, как бы, да, так сказать. И тут еще один очень важный момент, даже не обязательно, на самом деле, чтобы американцы нам пытались навязать войну именно горячую, типа, им вполне хватит экономической войны. Сейчас очень многие американские и европейские аналитики на это указывают, что вот это вот противостояние Европы и России, в которое обе стороны втянули США, они чреваты уничтожением экономики обеих сторон, как бы, да, и в итоге выиграют от этого США и Китай. И мы видим то, что сегодня уже очень многие предприятия, лишенные российского газа, которые там налоги подняли из-за того, что вот этот кризис там все, они начинают перебираться в США. То есть это то, о чем многие предупреждают эксперты уже давно, это деиндустриализация Европы. То есть задача Соединенных Штатов тут как бы убить двух зайцев. Во-первых, ударить по экономике России, которая потеряет нефтегазовые доходы, но, вернее, она их и потеряет, она будет вынуждена продавать в Азию, но гораздо дешевле, чем в Европу. Вот, это, конечно, будет очень серьезный удар по России, но еще больше этот удар будет по Европе, который, лишившись дешевого газа, фактически лишится своей промышленной, как следствие экономической мощи. Потому что если экономическая мощь США держится на финансах, на производстве в других странах, в первую очередь в Юго-Восточной Азии, то экономическая мощь Европы держится именно на промышленном производстве. И лишенная промышленного производства Европа просто перестает быть одним из центров мира, одним из полюсов, скажем так. А дальше просто Соединенные Штаты предлагают очередной план Маршала. То есть дают деньги на поддержание хоть как-то штанов, что называется, в огне на полное лишение каких-то там, так сказать, проявлений политического суверенитета. Мы все это проходили в Первую мировую войну и в Вторую мировую войну. То есть сейчас, по сути, идет Третья мировая, она уже идет, на самом деле, не факт. Еще раз повторюсь, что дойдет дело до горячей, хотя все предпосылки для этого созданы. Я думаю, американцы вполне себе просчитали, что они могут и без горячей войны, на самом деле, заставить Европу и Россию полностью себя истощить, как бы, да, лишить полностью конкурентоспособности. А на ваш взгляд, что в этой связи ожидает Европа? Вот тот же Моровецкий, если не ошибаюсь, он предлагал гражданам Польши 10-ти процентную скидку на газ, в том случае, если они будут экономить. И вот в этих условиях, когда зима, она все ближе, что ожидает Европу и, в частности, рядовых граждан, на ваш взгляд? Ну, если говорить о Польше, то это, конечно, чистый популизм. Хотя, кстати, Польша, в отличие от большинства стран Европы, сохранила угольную генерацию, да, вот, и достаточно долго может на этом продержаться, на самом деле. Поэтому, так сказать, у них все не так плохо, как могло бы быть. Вот, конечно, не так все плохо Германии, Франции, там, да, и других ведущих экономик. Тупо, потому что они могут себе позволить, скажем так, да, субсидировать хозяйство, да, субсидировать граждан, субсидировать предприятия, да, давать им какие-то скидки, там, ослаблять налоги, там, да, и так далее, и тому подобное. И они действительно выделяют, там, десятки миллиардов евро сейчас на это. Но это же не вечно, вы же понимаете, что бюджеты стран Европы, они пополняются за счет промышленного производства, в первую очередь. Если его не будет, ну, да, у них есть, там, какая-то подушка безопасности. Год они продержатся, два, но еще раз повторю, речь не идет о том, что Европа, прям, вот, как у нас некоторые пытаются, там, сказать, что, там, Европа замерзнет, там, все, за одну зиму, там, все предприятия закроются, там, миллионы людей потеряют работу и выйдут на улицы. Нет, конечно, этого не произойдет. Но для Европы уже критичен спад роста экономики. Если будет спад роста экономики, это значит, что она критически попадает под зависимость от Соединенных Штатов. Не знаю, насколько этот процесс может растянуться, может быть, это явно не год, как бы, да, я не хочу, как говорится, поддерживать эти шапкозакидательские настроения. Это может быть два-три года, это может быть десять лет. Но фактор, остается фактор, что если сейчас ничего не изменится, если они ничего не предпримут, то Европа просто, так сказать, медленно, но верно превращается в вассалу США. Она и так является вассалом США, но сейчас хотя бы у нее есть какой-то суверенитет, у нее есть экономическая мощь, благодаря которой она может ставить условия, она может возражать, там, своему Сизерену, там, и так далее. А вот если дальше так пойдет, то максимум через десять лет все, как бы, то есть Европа будет полностью подконтрольной. И вот, наверное, последний вопрос. На ваш взгляд, вообще, в принципе, с технической точки зрения, насколько реальна перспектива восстановления северных потоков? Буквально утром считал, что наши специалисты уже говорят, что не менее года, не менее года потребуется на ремонт. Но тут вопрос-то не в том, что не менее года потребуется на ремонт, а вопрос в другом. Вопрос в том, что у нас этого года просто тупо не будет, как бы, да, нам, если мы, вы помните, да, как из-за санкции мы достраивали Северный поток-2, так сказать, его, там, еще три года назад должны были запустить. И почти год мы не могли тупо достроить, там, совсем крохотный участок, там, уже, так сказать, практически на выходе в Германию был, мы никак его не могли достроить, потому что нам не давали, там, да, так сказать, сначала, там, нас лишили вот этих кораблей, там, да, которые этим занимались, нам пришлось собственные пригонять туда, как бы, это растянул процесс. То есть, потом нам не давали, это самое, серсифицировать, там, нам не давали засраховать, там, и так далее, там, и так далее. То есть, как, вот в этих условиях, это тогда, это тогда было, так сказать, очень сложно. А сейчас, когда, фактически, так сказать, идет холодная война, когда все эти санкции, там, и так далее, нам просто не дадут, нам просто не дадут его восстановить, там, они придумают 10 тысяч способов, как нам просто не разрешить это сделать. То есть, этого года у нас тупо нет, а за год, вы сами прекрасно понимаете, что могут уже произойти, ну, практически необратимые изменения. в экономике Европы и в нашей экономике тоже. Это очень серьезно на самом деле. Хорошо, спасибо вам большое за интересный и содержательный ответ. Всего хорошего. Да, обращайтесь, спасибо. Спасибо.